Хотите всего за одну минуту омолодить сосуды и сердце? Интересно? Сейчас я расскажу, как это сделать. Меня зовут Сергей Длин, руководитель клиники лечения позвоночника и суставов, невролог, мануальный терапевт. Обязательно досмотрите это видео до конца, и в конце я покажу вам два простых способа, которые помогут омолодить сосуды и сердце. Давайте вначале разберёмся вообще по поводу сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что основное количество сосудов в нашем организме – это вены. Они фактически составляют 85-85% от всех сосудов, которые находятся в нашем теле. Это значит, что венозный отток крайне важен для нашего организма. И замедление венозного оттока, сгущение крови – всё это будет способствовать тому, что, во-первых, начинают страдать клапаны сосудов венозных. С другой стороны, сердцу нужно больше работать, больше сокращаться для того, чтобы протолкнуть кровь, которая нормально не движется. И начинает страдать и сердце, и, соответственно, отток венозной крови. А если организм не может обеспечить нормальный отток, и по венам он не идёт, он не может обеспечить и нормальный приток крови. А здесь начинает страдать уже непосредственно поступление нужных микроэлементов, питательных веществ и кислорода к самим тканям. То есть, организм, клетки – всё это начинает ускоренно стареть, в том числе и сосуды, в том числе и сердце. Так какие же два простых способа помогут избежать этого процесса, либо улучшить его? И первый секрет, который позволит сделать наши сосуды, скажем так, более крепкими и молодыми, а сердце более здоровым – это любимый всеми напиток, детьми и взрослыми, называется он какао. На самом деле, какао содержит огромное количество нужных витаминов. Это группа А, это группа В, это витамины ПП, а также какао содержит нужные, это называется флавоноиды, элемент, который уменьшает склеивание тромбоцитов, а значит, способствует тому, что кровь становится более жидкой, лучше проходит через нашу сердечно-сосудистую систему, разгружает сердце, способствует снижению артериального давления, и в целом это очень полезный продукт, который очень здорово пить с утра. А сейчас я покажу вам упражнение, выполняя которое всего лишь одну минуту в день, вы укрепите свое сердце и омолодите сосуды. Упражнение называется виброгимнастика. Что здесь нужно сделать? Мы встаем на носочки и резко опускаемся вниз, то есть должен происходить достаточно активный, сильный, хороший удар пятками о пол. Поднимаемся на носочки, резко опускаемся на пяточки, чтобы мы почувствовали небольшой такой удар, то есть мы будем способствовать продвижению крови снизу вверх. То есть мы, ударяясь о пол, стимулируем движение венозной крови вверх через клапаны. Это упражнение, если его выполнять в течение, например, 30 секунд, будет способствовать тому, что фактически весь венозный и даже лимфатический застой будет уходить. Мы сразу же почувствуем легкость в ногах и разгрузку сердечной мышцы, потому что мы фактически протолкнем кровь через сосуды. Особенно у людей, которые страдают какими-то проблемами с венами или они имеют, например, более густую кровь, это упражнение будет фактически незаменимым для них. Его нужно делать два раза в день, утром, когда встали, вечером, например, когда вернулись с работы, перед сном примерно за полчаса. И делать важно его регулярно. Можно делать его в течение минуты, этого будет вполне достаточно. То есть сделали движение в течение 30 секунд, отдохнули 10 секунд и еще раз его повторили. Очень важно, конечно же, когда вы делаете это упражнение, не биться сильно пятками о пол, чтобы было не больно. Это можно делать, например, в обуви или на мягком ковре. Эти очень простые рекомендации, на самом деле не требующие вообще никакого времени, включив в их свои привычки, вы поможете своему организму профилактировать проблемы сердечно-сосудистой системы, омолодить сосуды, укрепить сердце, улучшить микроциркуляцию. С вами был доктор Длин. Подписывайтесь на мой канал. Канал о том, что нужно делать со своим позвоночником и суставами, чтобы оставаться здоровым и активным долгие годы.